Всем привет! Меня зовут Дима Мановаров и сегодня я расскажу и покажу, как поймать такую популярную рыбу, как сослик. К ловле сослика надо готовиться основательно. Он любит тщательную подготовку. Встать лучше пораньше, ехать лучше подальше. Снасти и расходные материалы в принципе любые, но сослик уважает фундаментальный подход к его поимке. Водится сослик практически везде, даже на платных зарыбленных водоемах. Поскольку он относится к семейству чупа-чупсовых, то обитать может даже там, где его, ну, никак не ожидаешь встретить. И чем интереснее рассказы рыбаков, которые недавно напегачили на каком-то водоеме, тем больше шансов поймать трофейного сослика. За особо крупными трофейными экземплярами любители рыбной ловли отправляются даже в другие регионы. Я же решил попробовать половить сегодня на зимнюю блесну. Выбранный мной водоем не обижен присутствием щеки и окуня, но шанс наловить сосликов я не исключаю, так как сослик очень активен и прожорлив. Первым норовит попасть на крючок именно он. Целевой рыбе ничего не остается, как терпеливо ждать в своей очереди. В этот раз сосликам мне повезло практически сразу. Первые 10 лунок откликнулись именно его поклевками. При оральном способе размножения и круглогодичном нересте популяция этого вида достигла просто нереальных размеров. Через время ко мне приблизились другие рыбаки и стали активно таскать моих сосликов из моих лунок. Чтобы подтвердить в очередной раз теорию того, что сослик плюет на все, я менял приманки. А чуть позже сменил даже и место лова на более перспективное. Перспективное в смысле надежды поймать что-то кроме него, но нет, сегодня день сослика. Правда, одному товарищу удалось выдернуть шнурка. Взял он его на жерлицу. Я даже заснял этот улов в пакете. Все остальные же достойно несли в акту по ловле сослика. И брался он прям паровозом при каждом забросе. Я сверлил и сверлил лунки, менял приманку, начищал блестки. Но сослик меня преследовал везде. И в старых, и в новых лунках. Поэтому я решил отвлечься и перекусить. Во время перекуса поймал еще одного неожиданного сослика. Бутерброды на морозе замерзли. Поэтому грыз его я долго и думал о всякой фигне. Например, почему у нас в стране можно выпускать детские товары и продукты питания, стройматериалы и топливо не по ГОСТу, а по техническим условиям. И мало кто страдает, если отступает от них, от тех условий. А знак ША, шипы, на автомобиле должен быть наклеен. Если у тебя шипы, и изготовлен он должен быть обязательно по ГОСТу. Иначе ты парень попал. Второй бутер решил заснуть под одежду, чтобы тот отогрелся и еще с часок потягал сосликов. После чего уничтожил и этот тормозок. В этот раз уже думал о том, что сосликов я уже наловился и пора бы сворачиваться. Но перед этим прошел все-таки еще раз по своим лункам. Натягал сами знаете кого и уже тогда стал собираться. К сожалению, физического воплощения сослик не имеет. Поэтому весь свой грандиозный улов показать не смогу. Так как сослик измеряется не количеством или массой, а временем. Вот такая это рыба сослик. Поймать легче простого, но сытым не будешь. Так что желаю всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч. За подписку, лайки и комменты всегда премного благодарен. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok